Бабушка с двумя внуками осталась на улице после пожара. Их дом сгорел. Дети сейчас в центре матери и ребенка. Пожилая женщина тоже в больнице. О том, что случилось в сюжете Натальи Ткачук. В сгоревшем доме и сейчас можно найти свидетельство, что здесь жили дети. Вот детская одежда и розовый рюкзачок. Все остальное сгорело. Мебель, одежда, оплавился даже утюг. Одноэтажный дом в самом центре Террасполя сгорел больше недели назад. Здесь жила пожилая женщина и двое ее внуков. Пятилетний Дима и шестилетняя Аня. Я уже отдыхал. Стучат в окна. Выходи, ты сгоришь тоже. И эти же не слышат. Короче, тут вот такое. Павел Лукич – сосед. Его дом примыкает к тому дому, где произошел пожар. Он рассказал, гореть начало в детской вечером, когда хозяйка уже легла спать. Вот что рассказала она сама. Далина Александровна сейчас в больнице. Проходит обследование. Маленькая девочка прибегает и говорит, Анечка, бабушка, вставай, потому что мы горим. Я говорю, как горим? А в комнате только чуть-чуть было дыма. А та комната была закрыта, и дыма уже было полно. Только было видно, что телевизор горит. Кресло. Бабушка пыталась потушить пожар. Вылила на огонь кастрюлю воды, потом еще одну, но пламя только разгоралось. Тогда схватила малышей за руки и вывела на улицу. Постучалась к соседям. Те вызвали пожарных и скорую. Уже потом дети рассказали, что случилось. Дети говорят, что они игрались. И спичка упала. Как они спички взяли? Они никогда не трогали спички там, где они стоят. И начал гореть ковер. На тумбочке телевизор стоял. Рядышком кресло. И как от этого ковра мог загореться. Примерно кресло, а потом телевизор. Загорелся телевизор первым, да? Они говорили. Мне кажется, что телевизор. Дети и бабушка не пострадали. Но малышей сразу отвезли в больницу. А вот бабушка осталась на пепелище. Еще неделю после пожара пожилая женщина жила вот в этой маленькой коморке, вот на этом месте. Здесь подушки, одеяло, старые вещи. Вся комната сгоревшая. Но даже при минус 10 женщина оставалась здесь. Пока в милицию не обратились соседи. И уже отсюда женщину увезли в пункт обогрева. Из пункта обогрева женщину увезли в больницу. Жить ей и двум внукам негде. Мама малышей из-за болезни умерла в октябре этого года. Отец после случившегося в доме появлялся редко. Он выпивает и судьбой детей не интересуется. Куда детям и самой женщине идти потом, после больницы, она не знает. Денег на ремонт жилья нет. Но есть же обмен. Есть люди, пожелают купить, выстроить. Там гараж хороший, здоровый есть. Я даже не знаю. Там такие деньги нужны, чтобы сделать ремонт. Судьбой этой семьи заинтересовались городские власти. Сейчас решают, как помочь. Если кто-то хочет оказать им помощь, бабушка с внуками будут рады. Вся информация о Погорельцах есть в столичной госадминистрации. Наталья Ткачук и Михаил Белый, ТСВ.